А что теперь писать-то? Видимо, такой вопрос задавали друг другу последние сутки сотрудники западных редакций. Юбилейный саммит у ДКБ элегантно обошел заготовленную таблоидами повестку и отметился совсем не тем, что ждали за океаном. Итак, что смогли выдавить из себя глобал-медиа? Украинские подмастерья пера обиделись на Александра Лукашенко за правду о наращивании мускул НАТО и опровергли собой же придуманный фейк о вступлении страну ДКБ в украинско-российский конфликт. А вот информационные киты Штатов и Европы, судя по всему, вообще остались голодными. CNN, BBC, французский Фигаро и немецкая волна выдали по скромному материалу, оскорбившись слишком спокойной реакцией Путина на расширение НАТО. Очевидно потому, что участники саммита не работали на камеру, а обсуждали внутренние вопросы прямо и открыто. Время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратна, уходит в прошлое. Однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации. Отбряться не оружием, натовским у наших западных границ, до развязанной против нас, в первую очередь против России и Беларуси, полумасштабной гибридной войны. Можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может я ошибаюсь, похоже нет. С молчаливого согласия наших партнеров, Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по приходе Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается давление, давление жесткое и беспринципное на вас, членов УДКБ, Но ведь именно для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Призыв белорусского президента сплотиться в принятии решений и громко говорить от лица УДКБ один из тех откровенных тезисов, которые лидеры вчера озвучили друг другу. Если в интернете его по-дилетански обозвали упреком, то эксперты отмечают, что прямолинейность юбилейного саммита – новая вершина во взаимном доверии партнеров. Ставить вопросы ребром можно только в кругу друзей. Все главы государств выступали очень открыто, откровенно, не стеснялись говорить о тех проблемах, которые существуют, и даже, скажем так, предъявлять претензии. Это все идет на пользу организации, потому что рано или поздно надо было сесть за стол переговоров, разобраться с какими-то вопросами. И я думаю, что вне рамок СМИ все эти вопросы были более глубоко проработаны и обсуждены. О выходе из УДКБ постоянно говорят операционные силы и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Армении, и в Беларуси. Главы государств, лидеры государств этот вопрос не ставят. Даже Армения при всей напряженности, когда они просили помощь, как бы не совсем получили то, что они хотели, все равно было заявлено, что мы не собираемся выходить из УДКБ, потому что, кроме этого, еще масса других вопросов решается, политических, военных и так далее. Вопросов действительно немало. И диктует их не Лукашенко, Путин или Пашиняна, а геополитический капкан, расставленный НАТО по контуру нашего региона. Отсюда напряженность на границе с Афганистаном, неоднократные попытки цветных революций, военные учения США и компаний на расстоянии вытянутой руки. Ко всему появляются и новые вызовы. Самого серьезного внимания требует также проблематика обеспечения биологической безопасности. В нашем общем регионе, Пентагоном, созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. Санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности. В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах. Решение каждой проблемы – составляющее безопасности региона. В этом и отличие ОДКБ от Североатлантического альянса. Защищать общие интересы не равно навязывать меру свои. Под силу ли это организации договора? Опыт Казахстана говорит – да. Если бы своевременно не была проведена оценка обслуживающейся обстановке и руководством не было принято оперативное решение, своевременно поставленные задачи и успешное выполнение миротворческой операции на территории Республики Казахстан, мы бы сейчас имели две кровоточащие раны на территории бывшего Советского Союза. Именно благодаря тому, что войска вошли, показали свое единство, позволили высвободить личный состав воинских подразделений Республики Казахстан, которые принялись наводить порядок в своей стране. Операция миротворческих сил УДКБ, наверное, самый яркий пример договоренностей в действии, но далеко не единственный. Борьба с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком – неочевидные, но постоянные процессы в регионе. Обострение обстановки требует очередных шагов. Беларусь призвала уделить внимание информационной безопасности и борьбе с фейками, скооперировать прогнозно-аналитическую работу. Россия – отстаивать историческую память и проводить военные учения чаще. Армения – довести до идеала механизмы кризисного реагирования. А пока есть общая задача, есть общий иммунитет. В последнее время в экспертной среде даже говорят о возможном расширении сообщества. Китай тоже противостоит пока и стоит противовесе с НАТО. Поэтому НАТО нацелена на Россию и на Китай. Тут, как говорится, сама технология подразумевает то, что Китай и Россия могут объединиться. И как только появятся у нас такие еще члены, да, УДКБ, которые смогут уже выходить за рамки, то тогда эта организация сможет действительно реально быть противовесом НАТО реальным. Займет ли УДКБ больше места на карте – вопрос будущего. Но нетрудно представить, как одни лишь предположения об этом щекочут нервы элит Вашингтона и Брюсселя. Учитывая, что уже завтра генеральные секретари УДКБ и ШОС обсудят в Москве активизацию сотрудничества. Ксения Худалей, телекомпания СТВ.